Девушки отдыхают 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 Напомню, это уже третье подобное происшествие в российских школах за эту неделю. В понедельник в Перми двое молодых людей с ножами напали на четвертый класс. Пострадали 15 человек. В процессе нападающие поругались, разноклассия переросли в драку, и разнимать молодых людей уже пришлось другим учащимся. На место вызвали полицию и медиков. Школу оцепили, всех учителей и учеников эвакуировали. В среду поножовщина между учащимися произошла в одной из школ Челябинской области. Эту тему мы предлагаем вам обсудить в прямом эфире вместе с нами. Как вы считаете, что происходит со школьниками? В чем причина жестокости подростков? Кто виноват в этом? И самое главное, как уберечь детей от такого поведения? Звонки начнем принимать во второй части нашего выпуска. Телефон прямого эфира 261-62-63. А пока к другим темам. 4,5 года в колонии общего режима за смерть красноярок получил экс-глава ГИБДД Кузбасса. Абаканский городской суд вынес приговор по делу Юрия Мовшина. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности повлекло смерть двух и более лиц. Клавдия Стельмахович собрала хронологию этого громкого дела. На этих кадрах Юрия Мовшина берут под стражу. Абаканский суд назвал виновным экс-главу ГИБДД Кузбасса в нарушении правил дорожного движения, которые по неосторожности повлекли смерть двух и более лиц. В этом случае четырех молодых женщин. Это воскресенье красноярки Светлана, Галина и Дарья и их кемеровская подруга Наталья собирались провести на дне рождения Кузбассского мотоклуба. Легковушка с девушками не доехала до места назначения считанных метров. Они поворачивали налево, в сторону турбазы, а парень на круизере обгонял всю колонну и, возможно, не увидел их, то есть ударил их уже в боковую сторону. На машину перевернулась, девочки с ней вылетели. Парнем на круизере оказался бывший главный дорожный полицейский Кузбасса Юрий Мовшин. Его машина вылетела в кювет. Мужчина отделался ушибами и сотрясением мозга. Тойота перевернулась с другой стороны дороги. Ее пассажирки погибли. Дарья и Галина скончались на месте. Светлана и Наталья в реанимации. На похороны девушек приехали десятки горожан и байкеров со всей Сибири. По Красноярску проехала траурная мотоколонна. Дарью, Галину и Светлану похоронили на Шинном кладбище 27 апреля. С Натальей в Кемерове простились днем ранее. Аман Тулеев лишил бывшего главного автоинспектора областных наград. А семьи погибших получили от администрации Кузбасса материальную помощь и соболезнование. Кемеровские эксперты провели экспертизу. По ее результатам Мовшин был виновником ДТП. Он нарушил правила дорожного движения при обгоне и превысил скорость. В защиту Мовшина выступил звездный адвокат из Москвы Сергей Жорин. Юристы привлекли столичных экспертов. На местном уровне, безусловно, есть колоссальное давление для того, чтобы признать Мовшину виновным. Именно поэтому мы и добивались проведения независимой экспертизы в самом авторитетном учреждении в России, которая и была проведена. В семи томах уголовного дела две технические экспертизы, которые полностью опровергают друг друга по этому сторону, просили отдать рассмотрение делу независимому суду. Верховный суд России разбираться назначил городской суд Абакана. «Завидно поставил себя в такие условия, при которых не мог обеспечить безопасность других участников дорожного движения». «Обвинение непонятно, да». «Вы не знаете себя виновным по предъявленному обвинению?» «Нет, я только не пойму, в чем меня обвиняют, и я думаю, что суд разберется». Все это время Юрий Мовшин подчеркнуто с журналистами не общается. Родные девушек, а потерпевшими по делу признаны больше десяти человек, рассказывают, что их устроит только реальный срок. «Настрой, естественно, боевой. Мы намерены идти до конца и обязательно пойдем до конца, пока убийца не будет сидеть». Судебный процесс продлился всю осень. Прокурор потребовал для Юрия Мовшина пять лет в колонии-поселении и лишения водительских прав сроком на три года. Юрий Мовшин в последнем слове снова говорил о невиновности. «Не собираюсь оправдаться, потому что я не виноват в том дорожных транспортном происшествии и смерти потерпевших. Прошу вас вынести законное решение». Абаканский суд назначил Юрия Мовшина на наказание. Четыре года и шесть месяцев в колонии общего режима. Строгость приговора судья Елена Щербакова объяснила тем, что экс-глава ГИБДД должен был знать правила дорожного движения. «Мовшин в длительное время являлся в руководящий на женском коммунистовом государственного органа, отвечающего за обеспечение безопасности дорог и движения. Он был обязан детально знать правила дорожного движения, соблюдать их, не только, как и за участник дорожного движения. Вместе с тем, умышленно допустил совокупность в другую шагу, что повлекло смерть четырех лиц». Защита с приговором не согласилась. «Мы надеемся, что высшестоящий суд все-таки разберется в деталях этих всех конструкций, которые имеются у нас по делу. Поскольку две противоречивые экспертизы и почему суд взял за основу ту, а не московскую, нам совершенно непонятно. Абсолютно ничем не мотивировано». А вот потерпевшие, родственники погибших женщин реальным сроком и режимом учреждения остались довольны. Кроме того, суд постановил выплатить потерпевшим денежные компенсации морального вреда. «Конечно, хотелось бы максимального, потому что за четыре жизни наших родных четыре с половиной года. Но таковы законы у нас в стране, к сожалению. И может быть, это дело и как-то повлияет на то, чтобы ужесточать наказание по таким преступлениям». Сейчас Юрий Мовшин находится под стражей. Его арестовали в зале суда. Пока защита будет обжаловать обвинительный приговор, экс-глава ГИБДД Кузбасса будет заключен в Абаканском СИЗО. Клавдий Селимахович, Афонтова, новости. Полотенца, картофельные очистки и памперсы стали причиной коммунальной аварии в районе арбитражного суда. Сегодня утром там разлились реки фекалий. Как выяснилось, канализационный сток в этом районе засорился, и содержимое труб вышло через коллектор наружу и затопило дорогу вдоль качи. На место выехала аварийная служба Краскома и быстро устранила причину аварии, почистив сток и удалив из него бытовой мусор. Как пояснили в Краскоме, близлежащие дома не пострадали, вода в квартирах есть. Если аварию на стрелке устранили, то ситуацию в жилом комплексе «Орбита» признали чрезвычайным происшествием. С прошлой осени там текут канализационные стоки, зловонная лужа скапливается прямо у домов. Городские власти готовы решить проблему, но пока непонятно, когда и как. Наш корреспондент продолжит тему. Бесхозный насос уже не первый месяц усложняет жизнь местным жителям жилого комплекса «Орбита». Еще в ноябре из-за поломки к домам потекли канализационные стоки. Людям приходилось дышать зловониями. К тому же потоки нечистот разлились по одной из дорог, ведущей к автобусной остановке. Сейчас ситуация усложнилась. В гору жителям приходится карабкаться по наледи. Так как нет автомобиля, постоянно от остановки прохожу через все это безобразие. Вы представляете, сколько здесь тон всего этого уже намерзло, и что будет здесь весной, когда все начнет таять. Это ужас какой-то. И что вот совсем недавно начали только как-то долбить все вот это, чистить. Очень скользко. С ребенком ходим в садик каждый день. Можно упасть. Уберег вон еще ужасное. Ужас. На днях на заседании городской комиссии ситуацию в микрорайоне признали чрезвычайной. Сейчас канализационную воду откачивают. Чиновники поясняют. Скоро бесхозный насос станет рабочим. Его отремонтируют и закрепят за одной из организаций. Какой не уточняют. Есть определенные сроки. Процедурный момент установлен нормативными актами. За пределы, которые мы выйти не можем. Естественно, эта работа уже начата. И в этом году, соответственно, данный объект, данная насосная станция будет переведена из бесхозного и передана на постоянное обслуживание организации. На текущий момент Краском будет осуществлять ежедневное обслуживание для того, чтобы больше ситуации с выходом с точных вод не было. Из резервного фонда городского бюджета уже выделили более 1 миллиона рублей на закупку нового оборудования. Когда она поступит, пока неизвестно. Предположительно, ремонт планируют сделать до первых чисел февраля. Ирина Самойлова, Михаил Ткачук, Афонтова новости. Чиновницы управления капитального строительства наказали за кабанов, оленей и дубы на Николаевской сопке. Заместитель руководителя Елена Скорынина заплатит штраф за то, что в проекте строительства трассы для лыжной дисциплины «Хавпай» по писанию Николаевской сопки не соответствует действительности. В частности, там есть упоминания про дубовые и буковые рощи, а среди представителей животного мира описаны кавказские олени и дикие кабаны. Специалисты предположили, что это описание скорее подходит для Сочинской Красной Поляны, где возводили объекты для Олимпиады. Его просто скопировали из сочинского проекта. После проверки выяснилось, когда красноярский документ передавали на госэкспертизу, то там эту информацию уже исправили. Тем не менее, Елена Скорынина передала в Министерство строительства и ЖКХ черновую версию документа, которая в итоге и попала в руки общественников. Крещенские морозы пришли в Красноярск. Сегодня днем столбики термометров опустились до минус 30 градусов. И такая погода, по данным синоптиков, задержится в городе до конца следующей недели. Как горожане переживают холода, выясняла моя коллега Екатерина Деревянко. Если вот сейчас выйти в подъезд, то в подъезде ощутимо теплее, чем в квартире. Уже больше месяца температура в квартире Андрея Проново не поднимается выше 16 градусов. В новое жилье он с женой и 10-месячным сыном переехали в начале декабря. Семья сразу же начала мерзнуть. Батареи в квартире, рассказывает Андрей, совсем не греют. На помощь приходят теплые одеяла и обогреватели. Но сейчас, когда в город пришли 30-ти градусные морозы, и это не спасает. Родственники приехали, забрали жену с ребенком, потому что из-за этого у нас ребенок проболел все новогодние праздники. Мы даже вызывали скорую, потому что температура была до 39,5 поднималась. Я пока живу здесь, потому что мне ближе отсюда до работы добираться. А супруга живет у родителей с ребенком. Вижусь теперь, по сути, только по выходным. С проблемой Андрей Пронов обратился в управляющую компанию. Однако там посоветовали за свой счет поменять батареи. У семьи денег нет, поэтому сейчас мужчина намерен написать заявление в стройнадзор. Но пока в городе стоит крепкий мороз, в собственной квартире Андрею приходится максимально утепляться. За окном минус 30, даже с лишним, а батарею можно спокойно трогать рукой. То есть она не обжигает. Сильный мороз сказался и на деятельности автовокзала. Из-за холода сегодня отменили 27 междугородних рейсов по направлениям Тюхтет, Боготол, Тосеева и другие. Некоторые рейсы пришлось перенести на другое время. В 9.10, по-моему, утром автобус должен был прийти. И все, он пошел. Руководитель автовокзала объясняет, те перевозчики, которые все-таки отправляются в рейс, особенно в одном направлении, их в расписании стараются поставить на одно время, чтобы в случае поломки людей смогли пересадить. Диспетчер у нас постоянно на связи. Она в любое время знает, где какой автобус находится. Если что-то происходит с автобусом, он звонит диспетчеру. Диспетчер уже корректирует какой-то автобус, может быть, развернуть или там подобрать. Или следующий автобус проходящий будет забирать людей и довозить до места. А вот продавцов на рынке на улице Матросова мороз не испугал. Такая погода, рассказывают предприниматели, наоборот, хорошо подходит для торговли. Ну а что плохо-то работает? Все не портится, ничего не тает. Мы почти одни на рынке, все клиенты у нас. Это же замечательно. Ой, нам лучше мы в Сибиряки. Это пришли настоящие зимние морозы. Надо работать. Давай, Ленушкин. А чего бояться? Мы привыкли. Когда-то в старые времена похолоднее было. А сейчас, ну даже иногда и радует, что такое мороз. А то все тепло, да тепло, непонятно какая погода. Из-за непогоды в городе закрыли и самый большой каток на острове Татышеве. Когда ледовая площадка возобновит работу, пока неизвестно. По данным метеорологов, мороз в Красноярске задержится до конца следующей недели. Екатерина Деревянко, Андрей Ткачук, Афонтова новости. Тем не менее, холод не испугал верующих. Тысячи красноярцев сегодня окунулись в ледяную воду. Среди них был и наш корреспондент Антон Шевчук. Как это было, смотрите в сюжете далее. На улице минус 28 и ветер, но сибиряков этим не напугать. Укупели хоть немного желающих, но все равно смельчаки находятся. Я тоже решил впервые в жизни окунуться в Иордань прямо во время прямого эфира. Главное попробовать это. Благо рядом установлены теплые раздевалки, поэтому я даже не успел замерзнуть. И Иордань рядом с храмом Рождества Христова не столь посещаема. Когда мы приехали, вода в купели уже покрылась коркой льда. Однако верующих и это не смутило. Каждый год везде и на Енисеи, и во всех местах, где положено. Что это дает вам лично? Я не знаю. Здоровье духа, наверное, для себя. Я первый раз, но я пришел, потому что я хотел это сделать. Это нужна не физическая, это духовная подготовка нужна. Это для укрепления веры. Только для этого. Не для развлечения. Укрепление веры укрепляет силу духа. Еще больше прихожан идут за святой водой. Сегодня в храмах города за ней выстраиваются очереди. В этом храме воду разливают внутри. Тут же можно было сделать пожертвование и поставить свечку. Четыре кубометра воды осветили вчера на службе. Разливать по бутылкам чудотворную жидкость помогают простые прихожане. Абсолютно бесплатно. Регулярно каждый год помогаю храму разливать хрященскую воду. Поработать на Господа Бога во благо людей. Ну, часа четыре-пять, наверное, стою, помогаю, разливаю. Сколько бутылок? Сотни. Никто не считает. Люди идут, сами идут. Кто-то наберет бутылку, а кто-то запасается по полной. Канистры, трехлитровые банки, ведра. Ведь надо подарить родственникам и друзьям. Себе, сестре и сыну. Все, все, по-на возрастающее, да? Да, да. А как используете? Пьете только? Ну, говорю, добавляю в чай, в компот, пищу. Так по глоточку пью. У меня вот прошлый год стояло, и сейчас даже у меня еще чуть-чуть есть водички, она светлая. Вот какая была, такая и осталась. Святую воду будут разливать до шести вечера субботы, а совершить священное омовение красноярцы смогут до конца этого дня. Антон Шевчук, Эдуард Баглая, Фондова новости. Прах Дмитрия Хворостовского захоронят в новом мемориальном комплексе. Об этом сегодня рассказали в правительстве Красноярского края. Решение приняла специальная комиссия по захоронению. Памятник разместят на территории Института искусств на улице Ленина. Именно там прославленный баритон получал высшее музыкальное образование. Дизайн мемориала разработают профессиональные художники. Скоро объявят конкурс. На разработку уйдет около трех месяцев. Все работы планируют завершить в течение полугода, то есть к августу 2018-го. С учетом пожеланий родных и близких, которые были приняты на семейном совете, было предложено все-таки рассмотреть иные варианты. И по инициативе семьи нам предложено было рассмотреть возможность установления такого мемориального объекта на территории Института искусств, на нижнем ярости Института искусств. Опять же, это место имеет определенное значение с точки зрения судьбы Дмитрия Хворостовского. Это высшее учреждение, в котором он получал образование. Соответственно, члены рабочей группы поддержали эту инициативу. Мы сегодня обсудили все процедурные вопросы, связанные с возможностью установления такого мемориального объекта на территории. И я напоминаю, что на этой неделе сразу в нескольких школах в разных городах произошла поножовщина. Ученики с ножами и топорами нападали на своих же учителей и одноклассников. Эту тему мы предлагаем вам обсудить в прямом эфире вместе с нами, как вы считаете, что происходит со школьниками, в чем причина жестокости подростков, кто виноват в этом, и самое главное, как уберечь детей от такого поведения. Звоните по телефону прямого эфира 261-62-63. Ваше мнение выслушаем сразу после рекламы. Оставайтесь с нами. Такого на взлётке никогда не было и больше не будет. По-скандинавски тёплые дома от Арбан и органический ландшафт на всей территории микрорайона. Скантис. Природные дворы на взлётке. И снова продлевает акцию. Все норковые шубы по фабричным ценам. Успеете купить по выгодной цене производителя. ТЦ «Авиатор». Авиаторов 5. Женская волейбольная суперлига в Красноярске. В рамках чемпионата России наш ЕСЕй 28 января в 17 часов принимает команду «Динамо Краснодар». Дом спорта имени Дворкина. Телефон 266-86-10. 27 по-скандинавски продуманных планировок и возможность выбрать свой вариант даже среди квартир одной и той же площади. Эркер или панорамное окно в пол будут в каждой квартире. Скантис. Природные дворы на взлётке. Вы смотрите новости Афонтова и мы продолжаем выпуск. Очередное дерзкое нападение на школу. В Улан-Удэ трое вооружённых подростков ворвались в учебное заведение и напали на семиклассников прямо во время занятий. И подобные поножовщины на этой неделе произошли сразу в нескольких школах в разных городах. Почему так происходит и в чём причина такой жестокости? Эту тему мы обсудили с гостем в студии с психологом Дмитрием Юрковым. Вот отрывок этого интервью. Другой вопрос, что здесь за одну неделю, когда происходят три однотипных похожих случая, то вполне возникает закономерный вывод, что это есть кто-то, кто управляет этим процессом. И есть заинтересованные люди, которые, вероятно, через социальные сети управляли этими действиями. То есть вероятность очень высокая, что именно так и было. Эти процессы так и происходили. То есть я правильно понимаю, что эти случаи взаимосвязаны? Вы так считаете? Ну, мне так это видится. Потому что буквально за короткое время однотипное действие, то есть раньше их не было, по крайней мере, мы об этом не слышали, и тут за одну неделю возникает три похожих случая. И эту тему мы предлагаем вам обсудить в прямом эфире, как вы считаете, что происходит со школьниками, в чем причина жестокости подростков, и самое главное, как уберечь детей от такого поведения. Звоните прямо сейчас по телефону прямого эфира и высказывайте свое мнение по номеру 261-62-63. Мы готовы выслушать ваше мнение. И прямо сейчас к нам присоединяется телезритель. Здравствуйте, представьтесь, какое у вас мнение? В чем причина такой жестокости? Здравствуйте, представьтесь, мы слушаем вас. Алло. Да, мы слушаем вас. Как вы считаете, в чем причина жестокости школьников? Вы меня слышите? Вы меня слышите? Да, говорите. Дело в том, что мне кажется, наша молодежь сейчас ничего не боится. И нужно немножечко построже к ним относиться. Ведь сейчас учителя боятся детям что-то против сказать, боятся их из класса выгнать. Вот у меня ребенок учится в школе, я со стороны вижу, что в школах происходит. И меньше, конечно, давать им информации. Они очень мнимые, там услышали, там услышали, у них свои какие-то компании. А сейчас слишком много воли им дали, школьникам. Как вы думаете, это в первую очередь интернет? Это недосмотрели родители? Вот в чем дело все-таки? Вы знаете, интернет очень много дает, и родителей очень много. Так как они... Дело в том, что многие работают, многие заняты, а кто-то старается, чтобы ребенок сам во всем разбирался. Но я считаю, что где-то родители все равно должны... Первым необходимость должны давать родители воспитание своему ребенку. Потому что мы росли в строгости, и в принципе с нас выросли хорошие настоящие люди. Хорошо. А как думаете, как уберечь-то детей от этого, от такого дикого поведения? Вот вы знаете, мне кажется, нужно все равно в детстве какие-то сделать... Вот у них нет веры в какой-то. У нас раньше были октября-то пионерии, какие-то мы знали правила, они же сейчас ничего не знают. Они в 14 лет уже просто опустошенные все. И мне интересно, у них свои какие-то тусовки. Вот мне очень не нравится, что много информации по телевизору. Показывают такие программы, которые бы вообще не нужно было. Много очень в интернете они посвящают себя. Хорошо, спасибо вам большое за ваше мнение. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Представьтесь, как вас зовут? Как вы считаете, в чем причина жестокости школьников в последнее время? Здравствуйте. Доброе утро. Елена Васильевна, я считаю, что это изобилие информации. Когда за границей начались такие вещи, видели, страха нет у школьников. У них интерес. Информацию видят и повторяют. Это я еще немного слов хочу. Как вот, допустим, Иван Купала. Как начали в 90-е годы говорить и показывать. Вот и радоваться. На меня пакет с водой сверху упал. И пошли, пока не стали сильной информацией давать. И это случай, этим надо очень строго заняться. Не показывать, что за границей в школах делается. Наши повторяют. Вот так. А как считаете, как детей уберечь от этого? В первую очередь, может быть, меры безопасности менять? Может быть, родители должны больше внимания уделять своим детям? Ну, я хочу сказать, что родители также информационно сильно напряжены на работе. Они мне как бы даже покушать готовить. Я думаю, что, может быть, я скажу такую вещь. Вот сегодня праздник наш церковный. Все-таки священники, вот наши, допустим, мы в Витлужанке живем, у нас участковый должен священник. Может быть, даже в каждом классе, а где-то в актовых залах проводить беседы, готовить духовно людей, работать. И еще большое дело, когда в школах, что должно быть? У нас нет, допустим, раньше дети где-то работали, как это называется, проводили кеплицы. В кеплицах можно работать, можно на конных дворах работать. Можно вот где-то... Ну, как-то занять в любом случае. Спасибо вам большое. Я думаю, что родители все равно должны не только сидеть на работе, готовить обеды и ужины, но и уделять время своим детям. Спасибо вам большое за ваше мнение. Мы продолжаем выпуск. Обычная ситуация. Именно так прокомментировали допинговый скандал, разразившийся в Иркутске красноярские спортсмены. Напомню, 36 спортсменов снялись с соревнования после приезда допинг-офицера. Речь идет о чемпионате Сибирского федерального округа по легкой атлетике, который прошел 13 и 14 января. Среди спортсменов, сошедших с дистанции, оказалось два красноярца и четыре зеленогорца. Многим такая ситуация показалась подозрительной. Список атлетов, отказавшихся выступать, упубликовал паблик «Стоп допинг. Скажи допингу нет» в социальных сетях. Однако в спортивных школах пояснили, приезд контроля по допингу не был тайный. О нем знали еще в ноябре. Да и сама ситуация стандартная. Обычно речь идет о больших цифрах. На протяжении соревнований участники сами определяют свой предел и имеют право не выходить на определенные дистанции на свое усмотрение. Легкоатлеты, покинувшие соревнования, предоставили официальные справки о состоянии здоровья. А некоторые были указаны в электронной заявке, но на сами соревнования просто не поехали. Уточним, что даже покинувших соревнования спортсменов могут в любое время проверить на употребление допинга. «Это стандартная ситуация, когда из 600 человек 12 человек снимается по справкам в зиму. Это обычная рабочая ситуация. У офицеров ВАДы никаких претензий. Всех, кого они просили пройти на прохождение контроля, все явились». «То, что ряд спортсменов заболели, это вполне нормальная ситуация. В легкой атлетике, тем более, есть виды программы, где спортсмены выступают в одной категории, потом переходят в другую категорию. Некоторые из них не успевают перейти из одной дисциплины в другую дисциплину. И поэтому не участвуют в соревнованиях. Это происходит на соревнованиях постоянно». Компания «За спорт» показала эскизы экипировки российских олимпийцев на играх в Корее. Вот так, вот в такой нейтральной форме, предстанут спортсмены в конце января. Новую форму пришлось делать после того, как сборную России не допустили до Олимпиады из-за допингового скандала. На играх спортсмены из России смогут выступать только под нейтральным флагом. Поэтому на форме, как этого требовал МОК, нет герба, флага, слова «Россия», но нанесен логотип «Олимпийский атлет из России». Кроме того, в коллекции использованы только два цвета национального флага – красный и белый. Напомню, Олимпийские игры в Корее стартуют 22 января и продлятся до 7 февраля включительно. К этому часу это вся информация. Свои новости сообщайте по телефону 285-14-14. Также пишите нам на Viber, WhatsApp или Telegram на номер 8 953-585-14-14. Комментарии к сюжетам оставляйте в социальных сетях ВКонтакте или в Фейсбуке, а также на официальном сайте afontova.ru. К этому часу у меня вся информация в студии для вас работала. Ольга Хохлова, до свидания. И о погоде. Завтра в субботу 20 января в Красноярске переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем минус 34, ночью похолодает до 37 градусов мороза. Ветер восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба. В воскресенье 21 января в Красноярске также переменная облачность без осадков. Днем столбики термометров опустятся до 33 градусов ниже нуля. Ночью минус 36. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Телевизоры, холодильники, стиральные машины, плиты, встройка. В складе-магазине бытовая техника от Видео 2000 по низким ценам. Пожалуй, лучший выбор в России. Дешевле склада цен нет. Наш адрес Симафорная 261 Г. Телефон 274 88 48. Еще выше баскетбол. 20 января в 16.00 в арене Север. Мужская команда баскетбольного клуба «Анисей» проведет матч Единая лиги ВТБ против эстонского «Галева». Билеты в кассе «Арина Север», терминалах «Платежка» и на сайте basketfnesey.ru Возрастное ограничение 6+. Субтитры создавал DimaTorzok